Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Сад Чудес. Вновь на даче у нас идут дожди, так все сыро, вода просто стоит в бороздах. Анютины глазки еще цветут красотулечки такие. И гвоздичка еще цветет. А рядышком у меня крупнолистная гортензия розовая, покрытая лапросинчиком. Но, конечно, еще тепло, у нас дожди. И укрыла я ее, конечно, правильно. У меня много советов. Писали, на какие ко мне каналы зайти, посмотреть. Я все зашла, посмотрела. И, в общем-то, то, что там делают, я все так уже делала. Это пройденные этапы. У меня крупнолистная цветет на подбегах прошлого года. Поэтому мне все росточки надо сохранить. А у них она крупнолистная гортензия, которая цветет на побегах Нового года. Им легче. Им нужно только сохранить корневую систему. А мне надо сохранить все росточки. И поэтому мое укрытие под землей правильное, верное. Я к нему несколько лет шла. Поэтому, чтобы сохранить гортензию, чтобы она так пышно и красиво зацвела. Хранить гортензию, чтобы она так пышно и красиво зацвела. Поэтому под землей гортензия у меня укрыта правильно. В наших подмосковных условиях и в Ленинградской области можно. А способы, когда укрывают для теплоизоляции, это я уже делала. Я укрывала материалом для теплоизоляции. Не помогло. Гортензия не зацвела. Причем она реагирует на каждые маленькие заморозки. Клубничка зелененькая. Хорошая уходит под зиму. Здесь еще у меня горчица. А клубничка хорошая. Отросла уже. Я ее обрезала. Это у меня Елизавета. Розы у меня укрыты мешками из-под сахара сверху. Но земля, конечно, сырая снизу идет. Но, по крайней мере, хотя бы сверху стебелечки все сухие. Пока у нас еще плюсовая температура. И на следующей неделе плюсовая температура. То есть пока они стоят под мешками. Утрасилом я не укрываю пока их. Розы нормально укрыты. Пока, конечно, идут дожди. Они очень хорошо. Но земля уже напитывается, конечно. Водой. И, конечно, все сырым становится. Так, конечно, хорошо. Ирисы начали расти, потому что тепло. Надо подсыпать земли им, наверное. Это почвокровная розочка. Тоже хорошо все. Блэк Бакара. Чайно-гибридная, обрезанная. Тоже хорошо все. На следующий год вот эти два куста, которые у меня отдельно посажены. Гарден Спас и Квадра плетистая. Я их, конечно, может быть, даже удалю. Или подрежу, или удалю. Потому что они находятся как-то вот так посередине огорода. И лучше вот эту крайнюю грядочку я займу под розочки. Хотя я себе давала слово как есть, так и остаться в этой же зоне. Не увеличивать сад. Не влезать в огород. Но, если я вот их удалю, то тогда у меня здесь вот будет как бы огородная грядка. Вот у меня раз, два, три, четыре огородные грядки. Достаточно. Татьяна соседка, у которой я снимала розы. Видите, как она укрыла розы? Она сделала столбики, проложила леечки. И сверху покрыла сейчас от дождей пленкой. А затем закроет лутросилом. Очень хорошо. Вот я считаю, что вот это. Но у нее посажены они все в один ряд. И с одной стороны, и с другой стороны. И поэтому, конечно, здорово. Они у нее сухие. От дождя она их укрыла. И им хорошо там. Они не сопривают. В общем, такой вариант тоже возможен. И он у нее от большого снегопада, в прошлом году, который был, у нее ничего не порушилось. У меня были дуги, и все рухнуло. У нее такое построение, и оно не рухнуло. Теплица тоже сыра. И хотя она у меня открыта и проветривается, посмотрите, что творится. Вода в одной борозде стоит. Просто кошмарики. А в теплице я просеиваю залу. Я много нажгла. Вот еще в горячем виде ее сложила металлическое ведро. И теперь ее просеиваю на следующий сезон. Ведерочко уже насеяла. Такая у меня решеточка. Под помидоры. Что буду сажать, везде буду в лунке ложить залу. В этом году я много жгу, поэтому надо просеять побольше золы. Хочу обработать теплицу немножко осенью. Ну, а весной там уже капитально помою с мылом. И обрабатываю я ее вот на опрыскивателе. Вот на опрыскивателе полтора литра я добавила треть белизны. Вверху я уже обработала. Вот у меня натянутые провода, к которым я привязываю веревочки помидор. Здесь я все обработала, протерла тряпочкой. Хотела еще смыть с мылом, но решила до весны все это оставить только одной белизной. Соседка так давно делает и говорит, что очень хорошо. Вот так вот опрыскивателем я прошла все места, где может быть инфекция. И такой вот шваброчкой, скребочком, вот видите, который с этой стороны, вот такой. Я им вот так до конца веду. И в общем-то получается так чистенько. Ну, а весной я уже с мылом. Обычно я дегтярным мылом все промываю. Может быть, могу добавить вот еще и перекиси водорода. Мне сказали, что хорошо перекиси водорода. С дегтярным мылом и весной нормально. А сейчас вот попрыскала, все протираю, потому что все сыро, инфекции полно, тепло. Чтобы все не размножалось, я решила вот так сделать. Ну, получается, в общем-то, лучше. Вот если у меня были такие вот, видите, какие с зеленью уже внизу. Это какая зелень. То есть здесь уже чистенькая. Все отмылось. Хризантемка выращена из семян. Хороший кустик обрела. Хороший такой, сильный кустик. Вот скоро я обрежу перед морозами. Пусть пока порастет. В общем-то, вот весной посадила семена. И хороший вырос кустик. Но семена у меня были профессиональные написано. Поэтому на упаковочках вы смотрите и ищите семена, чтобы было написано профессиональные. Тогда вам схожесть гарантированно. И хорошие будут кустики. Всего доброго. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчиком. И я отвечу на все ваши вопросы. Пока, пока, пока.